всем ребят привет сегодня мы выезжаем на одно интересное место там у меня очень было много хороших находок различного периода разного достоинства и сегодня я направляюсь к сожалению один когда подъеду немножко еще с вами поболтаю сейчас я проезжаю по полям буду переезжать еще одну речушку вот так что от дома не очень-то и далеко вот накатал уже смотрю по спидометру 60 километров так что не так близко и недалеко позвонила всем ребятам все ребята либо вне зоны доступа кое-кто у нас захворал к этому я еще подойду так что направляюсь в одно замечательное место находки я думаю будут ну а едем мы вот по таким красотам замечательной красоты проезжал мимо одного поля желтая желтая от подсолнуха здесь это еще боль не болен ты сильно видно то что распустились они а так очень здорово видно вот здесь вот у нас были по весне очень хорошие находки но к сожалению к лету трава вытянулась и покопать сейчас больше возможности нет но сейчас я двигаюсь немножко подальше а там находки тоже у меня были замечательные но находки николаевского периода все в основном и ранние советики но все равно там у нас тратки поменьше я думаю вероятность того что что-то сегодня найду будет так что наблюдайте за моим видео думаю интересно что сегодня сегодня у меня выскочит ну все смотрим и ждем всем ребята снова привет сегодня все таки я выбрался на коп и добрался до места до которого я вам рассказывал приехал я сюда и обрадовался тому что позади меня произвели сенокоз то есть травку покосили убрали и чистая полянка вся деревня вся деревня находилась немножко вот здесь вот то есть взяли бы сено покосили бы там был вообще замечательно суперски но вот здесь вот я думаю первую очередь я и пройду домовые ямы уже от места сенокоза находится в пяти метрах вот они находятся вот и здесь вот небольшая площадь скосили сено и вот первым же делом я сегодня попробую просить здесь здесь я не ходил не знаю что у меня здесь может ничего не быть не обещаю ничего но потом в конечном итоге я переберусь вот немножко в ту сторону потому что там у меня находки были там была основная часть деревни вот сегодня повторюсь копаю один к сожалению ни один из камрадов не смогли выбраться со мной на коп андрей который мирные копатели они уехали телефоном к сожалению дом забыл встретиться у меня с ними получилось вот остальные просто либо работают либо не отвечает на телефонный звонок кстати константин ястребов который канал угодил в больницу вот там принципе ничего серьезного но ему придется от уже четыре дня находится там пожелаем ему по скорейшего выздоровления вот когда это видео выйдет он конечно уже дай бог из этого заведения выйдет здоровым и снова с нами будет копать будет выкладывать свои замечательные видеоролики свои похождения приключения между прочим интересные у нас получается совместные выходы вот так что смотрим находки будет и вы об этом первые узнаете если вы подписаны на мой канал и так ходим бродим сигналы имеется но не то что хотелось поднимал я кучу шмурдяков но не снимал в конце видео покажу что я поднял и в данном случае у меня находочка я решил ее заснять потому что в таком вот камушки как вы видите сначала подумал конинка но когда приблизился как вы видите это у нас не конинка сейчас мы с вами достанем я нет у нас смотрим болен как вы видите пуговка орлянка с ушком все хорошо но имеется дефект дефект вот такого характера впервые меня такая пуговка выпадает вот именно с таким дефектом грубо говоря ушко практически с мясом выдрано вот такая пуговка видел я ребята подымают такие думал мне слава бог таки не попадаются ну вот попалась и у меня вот такая вот пуговка ну ладно ладно можете меня поздравить с более-менее находкой до этого попадалось гильзы колечко обручальное конинка ну вот уже более-менее что ты со времен империи не так ребят проезжал я мимо своего местечко откуда у меня все были шурфы и узнаете смотрите что здесь после меня осталось яма яма еще одна яма еще одна яма вон еще одна яма и что вы думаете это кто-то конечно спасибо что смотрят мои видео но пользуется этим узнают места где копаю хоть я больно то не афиширую и приезжает и оставляет после себя вот такие ямы безобразные извините ребята но вы скоты оставляете такое безобразие после себя меня здесь видят местные жители знают что я здесь копаю после себя оставляю более-менее нормальное место без вот таких вот ям но вот это конечно безобразие полное если я говорю в видео что шурф закончен значит он закончен нет приезжают снова расшвыривают находит может одну-две монеты и вот такой бардак оставляет неприятно конечно очень неприятно но я сюда заехал не просто так решил в тенечке все таки спрятаться на пекле я походил тяжеловато и ходить по пеклу и решил сюда вот зайти может быть нашел бы себе уголок где можно пошурфить но зайдя вот сюда от конечно я увидел такую беду неприятно и он там тоже разработали шуф да уж шурфильщики хреново сейчас посмотрим пойдем да что-то начинали но непонятно что да видно ковырнули 1 штук лопаты 2 что-то не понравилось и ушли не ушли так чего нас тут рюмочка сковорода стаканчики горшочки и так что у нас тут еще интересно интересно это вот нож скоблить полы кто чистит еще так ну здесь вот вижу что шурф они присыпали копали и присыпали может это другие может быть другие здесь конечно дымовая яма еще у нас имеется в них растут вот эти деревья возможно это был пристрой или же сарай горшочки имеются стекло имеется так как вариант попробовать вырубить вот эту крапиву и сделать штык лопатой посмотреть что здесь будет но еще раз повторюсь все находки были в там в той области здесь я здесь не раз ничего не копал хотя с камрадом мы здесь были он там подымал елизавету здесь вот деньгу здесь не знаю можно как вариант попробовать времени еще у меня предостаточно накоп можно и разработать попробовать что-нибудь и пошурфить ну а так ладно ладно смотрите находки еще я думаю будет поднял я еще возможно монету но я вам чуть позже покажу потому что я так и не разобрал что это такое ну возможно это елизавета и вместе с вами мы будем смотреть на нее но это будет чуть позже и так ребята решил я прозвонить то что ребята накидали ты был сигнальчик и выпал у меня вот такая вот монета монета судя по всему советская одна копеечка да у нас советская ссср видно герб но судя по всему размерует копейка ладно только включил прибор уже находка надеюсь и впредь будет также вести продолжаем так ребята разработываю я очередной шурфик как вам говорил крапивку я немножко порубил залез ковырнул один штык 2 пошла засыпочка хорошая привлекающие горшочки разного рода черные вообще радует есть у нас и обычные оранжевые стекло и выпал вот такой вот зачетный впервые вижу и вообще впервые у меня такой крест такой зачетный из белого металла не знаю что это за металл такой с другой стороны у нас абсолютно чисто все так не знаю проб нету крем нету вот такой крест ну по весу не знаю по весу как будто алюминий ну ладно зачетная находка отправляется в коллекцию таких у меня крестов нет в коллекции забираем так ребята у меня находка находка шмурдячная такая вот маниста и даже по моему не счетный жетон хрен пойми чего такое хотя может быть рисунок какой то есть проглядывается после помывки только увидим такой отчетный жетон и еще одна находочка никогда не находил такие вот целые бубенцы жалко там внутри у нас ничего нету должен быть язычок но его нету ладно зато целый целый колокол такие я так понимаю на скот вешали не на тройке не на лошадей по моему на скот но не знаю может я могу ошибаться тем что металл как бы является вот таким вот благородным никакое не железо а вот именно такой вот ну ладно ладно забираем зачетная находка железо здесь очень много не знаю почему может здесь сарайчик был вот яма у меня уже по грудь и до сих пор продолжается засыпка вот так вот будем копать до жесткого грунта до целины а так ладно культурный слой у нас пока идет и так ребятами очередной сигнал среди железа выкопал вот такую монетку одна копеечка год 55 а нет год у нас 35 с таким вот наростом герб у нас сзади старый были надо пойти посмотреть на перекур и посмотреть 35 год со старым гербом я знаю подымал я пятачок 35 а он является дорогим редким надо посмотреть с копеечкой что у нас там не помню если что-то интересно то я вам обязательно скажу а так смотрим продолжаем и так ребят с находками у меня сегодня совсем очень плохо у перемалываю все старое собрал всю мелочь какую можно было сегодня одни копеечки и поднял вот такую монету это у меня сегодня самая большая монета это две копеечки 56 года представляете сегодня вот так вот самая большая монета сегодня не ахти но все же я хочу как стемнеет в одно местечко подъехать и надеюсь меня там земляное дед не обидит почему сейчас еду не еду потому что там сейчас людно больно ты не покопаешь около речки буду копать дабы никого не беспокоить как стемнеет так пойду ну а так ладно ладно скоро будут засыпать особый шурф видео чет наверное буду делать дома по находкам и так ребята решил я заснять вот такой кирпичик я просто знаю некоторые кирпичи коллекционирует именно с такими отпечатками клеммами здесь данном случае у нас буковка я за не знаю что такое номер номер яс и ша вот такой кирпич интересный ну ладно нам сейчас не до кирпичей и так ребята по традиции по традиции после шурфа делал отчет что я за собой ямку закопал все я чист совестью ладно ладно сейчас на озеро купаться если что еще чем поснимаю и так ребята приехали мы на озеро искупался я вода уже честно говоря отчет прохладненько прям замерз пришлось чаем отпаивать себя здесь вот раньше в старину бурлевая жизнь здесь были пасти ружки купались и ребятня вот здесь вот как вы видите находится бани свое время когда-то здесь были бани остались кусты на той горе у нас тоже были дома так что красивые места в красивых местах мы копаем зачетные просто вода здесь чистая даже дно видно в общем классно ну сейчас мы дождемся немножко стемнеет и отправимся надеюсь у меня сегодня будет удачный вечер а может даже и ночь завтра выходной у меня так что могу себя позволить покопать и ночью прохладно солнце не пекет сегодня очень сильным пекло солнышко и я был вынужден уйти в кусты на старое место где я не очень-то и много чего поднял но все же ну ладно ждем чай пьем и снова в путь смотрим